Ремонт проездов улиц и тротуаров, благоустройство дворов и детских площадок, устройство спортивных площадок. Все проекты, которые в этом году Саров заявил на софинансирование по программе «Вам решать», довольно похожи. Проблемы в округах одни и те же, а денег, которые выделяют депутатам на благоустройство, на всех не хватает. Например, на округе Евгения Ваганова давно назрела необходимость ремонта стадиона школы номер 5. Это проект по замене и реконструкции стадиона пятой школы. Этот проект для нас очень важен, потому что в нашей школе обучается порядка 500 учащихся. Им нужна спортивная площадка, отвечающая современным требованиям безопасности. Для этого мы заявились на этот проект, для того, чтобы покрытие заменить, и у нас была новая хорошая спортивная площадка. По словам Евгения, как только сойдет снег, мы увидим старую площадку с асфальтовым покрытием. Частично оно разрушено, местами большие дыры. По правилам, проводить занятия на таком стадионе нельзя. На данный момент у нас сейчас занятия на нашей площадке не проводятся, потому что она травмоопасна. И занятия в теплое время года, это осенью и весной, когда уже температура позволяет заниматься на свежем воздухе, проводятся вдоль спортзала. И это занятия только по бегу. То есть игровых видов спорта мы заниматься не можем, только в спортзале. Проект «Вам решать» заработал в нашем регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина. Его основная цель – сделать города и села комфортнее для жизни. Главная особенность в том, что именно жители определяют приоритетные объекты для благоустройства. Надо обсуждать с горожанами, чтобы каждый высказывал свое мнение, где что необходимо построить, достроить, отремонтировать, кому что не хватает, где. Должны горожане, должны все знать. Ну как же, иначе до этого живем. Конечно, нужно, потому что обустройство нашего города зависит от нас самих. Надо бы какие-нибудь прогулочные тропы и обязательно ставить скамеечки. Потому что уже мы старые люди, ноги начинают болеть, устаешь. Чтобы сесть, вот мы ходим, ходим, думаю, вот скамейка бы стояла, вот сели бы и посидели немножко. Нигде нет скамейки. Ну надо, конечно, спрашивать. Спрашивать надо не у стариков, а у молодых. И вам вот, вам жить долго еще, чтобы было все хорошо. Горожане живут и в этом месте. Мне, например, если здесь сплошные канавы и грязь, мне неприятно. А мне приятно, когда деревья, когда цветочки. Вот так. Все мы хотим оставить свой след в истории, поэтому помогать людям – это всегда в карму отложится. Проголосовать за любой из 11 проектов, выдвинутых саровчанами, можно на сайте вамрешать.рф до 15 апреля. Проекты, прошедшие конкурсный отбор, получат софинансирование из областного и местного бюджетов.